Следующий вопрос о проекте закона Саратовской области номер 6-12-2027 об обеспечении тщины и покоя граждан на территории Саратовской области. Закон проект внесен депутатом Екатеринской Юлией Михайловной, Наумом Алексеевичем Ковалевым Евгением Кровичем. Слово для отступления по данному вопросу представляет Светневский Юлия Михайловна. Уважаемые коллеги, данный закон разработан совместной с Торговой промышленной палатой Саратовской области, но после экспертного совета мы внесли изменения по предложению общественников в данные законы. И, конечно же, сейчас на рабочей группе, я думаю, что эти изменения тоже следует обсудить, потому что они вызвали широкий общественный резонанс, в том числе средств массовой информации. Нам бы хотелось, чтобы все-таки законы, которые мы принимаем, полностью удовлетворяли все свои общества, наши с вами субъекты. Итак, настоящий закон регулирует отношения, связанные с обеспечением тишины и покоя. У нас уже, вы знаете, действует закон Саратовской области от 29.07.2009 административных правонарушений на территории Саратовской области. И там установлены такие ограничения, которые мы трогать не стали, с 21 часа до 9 часов, но мы предложили принципиальное различие разграничить зоны ИЖС и зоны общественной деловой застройки. И существенно продлить время, в которое можно, значит, пользоваться звуковоспроизводящими и иными устройствами в зонах общественной деловой застройки, что, конечно же, будет стимулировать развитие таких зон, и таким образом весь развлекательный бизнес будет заинтересован в этих зонах быть представленным. Самое главное, что мы предлагаем более конкретизировать действующие уже нормы, что, безусловно, тоже исключит возможность двойного толкования и позитивно скажется на комфортности проживания в нашем городе. Итак, мы перечисляем защищаемые объекты на территории Саратовской области, а также перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан. С 22 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в пятницу-субботу до 10 часов 00 минут в пятницу-субботу и установленные в соответствии с седеральным законодательством, законодательством области, нерабочие, праздничные дни. Эта норма отсутствует в нашем законодательстве, мы ее предлагаем ввести. И экспертный совет нам рекомендовал ввести с 13 часов до 15 часов ежедневно. Эту норму в свое время нас попросила исключить общественная палата Саратовской области и торгово-промышленная палата. Но так как экспертный совет большинством голосов проголосовал за эту норму, она вернулась в закон. Я за выходные дни внимательно изучил и законопроект, и пресс, все, которые есть по этому поводу. Мнение полярное, абсолютно не буду их перечислять. Есть некоторые с таким с душком туалетным, есть положительное мнение, но мнение полярное. На самом деле законопроект важный и нужный. Единственное, чего не хватает, мы к этому вернемся, это оценки регулирующего воздействия. Но закон делается и в интересах не здоровых активных граждан, а в интересах социально незащищенных людей. Детей малолетних, больных людей, пожилых. И, как ни удивительно, находящихся с ними рядом живых, здоровых, которые ухаживают за ними, обихаживают, и которым утром или вечером, в зависимости от ситуации, идти на работу и работать с полной отдачей сил. Если они не будут отдыхать и будут наблюдать страдания своих близких, работы не получается. Поэтому вопрос не такой простой и абсолютно не смешной. Смешного здесь нет ничего. Ты немножко, извините, перебиваю вас, здесь речь немножко вообще о другом. Нет, вы закон читали? Да, о другом, знаешь. Нет, я не про другое говорю. В жилых, говорите, они увеличивают время. Там можно шуметь только не в жилых зонах, а в общественно-деловых. Там, наоборот, лучше шуметь дольше на час. У нас общественно-деловые... Нет, не только. То есть что, Стас, можно я особо отвечу? Да, спасибо огромное. Стас, еще раз прочтите, пожалуйста, Станислав Владимирович. С 22 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, это везде. В пятницу, в субботу и установленные в соответствии с федеральным законодательством, законодательством области, не рабочие праздничные дни. Это везде, Стас. Да, но у нас закон Советского Союза с 21 до 9, правильно? То есть, а вы говорите с 10 вечера. А мы садеваем, да. Правильно? Так, Николай Александрович говорит о том, что, наоборот, он предполагает в своей речи, что пришли... Время, Стас, время, послушай. А, еще обед. Пятница, суббота. Стас, Пятница, суббота и установленные в соответствии с федеральным законодательством... Я извиняюсь, что вы в ТОКСе? Нет, правильно, в ТОКСе. Это значит, у всех такой вопрос. Юрий Михайлович, я, честно говоря, до этого заседания, даже волноваться стал, в целом месяце никого не штрафовали. Новый штраф не поднял. А здесь удовлетворили ожидания жителей нашего региона. Наконец, очередной новый штраф. Но он не думал. Николай Николаевич, там нет никакого нового штрафа. Николай Николаевич, там нет никакого нового штрафа. Николай Николаевич, походите. Мы же, в ТОКСе, там трех его нет. Ну, вы, вон, 4 трех. Мы его снижаем. Стас, ты почитаешь. Нет, он есть. Мы не вводим ни одного нового штрафа. Даже наоборот, не мешает. Я понимаю, здорово снижаем. Ну, двое здоровых мужчин напали на одну маленькую жизнь. Да нет, у нас женщин, здесь депутат Литневский. Прекрасная, красивая. А мы работаем на очень высокоплачиваемой работе. Николай Николаевич, меньше, чем мы, доход меньше, чем мы. Дайте мне возможность Николаю Николаевичу. Вы написали пояснительную записку. Следует отметить, что с ростом процесса урбанизации шум стал постоянной частью человеческой жизни. Является одним из существенных факторов загрязнения окружающей святыри. Это не моя формулировка. Не ваша? Все, это правильно. Вам нужно от этого откреститься. Нет. Значит, что ваш закон содействует развитию туристического потенциала с ростом, я еще первый раз слышал, чтобы штрафы, ответственность, значит, заплатить большие деньги было фактором развития туристического. Николай Николаевич, вы вообще слушали, я отвечала на предыдущие вопросы. Штрафы снижены и время продлено. Именно это и будет способствовать. Ну, вы мне вопрос задавите. Я не задал вопрос, меня перебивали. Так вы задайте вопрос. Ну, дайте мне минуту хотя бы. Николай Николаевич, ну и вы задаете вопрос, и я вас поздравляю сразу по ходу. Потому что вы не вникли в закон, а начинаете уже в закон. Значит, вот скажите, пожалуйста, когда вы вводите штраф за нарушение тишины? Я не ввожу, он действует. Николай Николаевич, я вас говорю. Ладно, расширяйте, расширяйте его. И не расширяем, наоборот, снижаем даже для юридических лиц от 15 тысяч до 30 тысяч. Это действующие, вот именно. Вы задаете вопрос, где вы его задать? В качестве обоснования, вот тут вот вы боретесь с шумом? Боретесь с шумом? Уже борется с шумом действующее законодательство. Мы делаем так, чтобы этот закон защищал и тех, кто должен выспаться перед работой, и способствовал развитию туристского потенциала нашей с вами Саратовской области. Можете обосновать, просто понятным языком, сказать, здесь вы написали вещи, которые, мне кажется, должны быть основанием отправить вас всех на медицинское освидетельство, не проверить на употребление чего-то. А расскажите, почему вы так считаете? Спасибо, Николай Николаевич, это ваше субъективное... Ну, ответьте на вопрос, ну что я вам не задал? Угнение мы в пояснительной записке и в тексте закона... Нет, это вообще, кажется, вы для чего находитесь, если вы меня отправляетесь в пояснительную записку? Мне надо было приходить, разошлись, все по почте. Николай Николаевич, да? Еще раз, обоснуйте мне, как депутату, который будет голосовать на этот вопрос, почему вы здесь написали, что это является фактором загрязнения окружающей среды. Просто объясните мне. Николай Николаевич, смотрите, мы изучили всю правоприменительную практику, взяли то, что есть и в других субъектах, и успешно действует уже на протяжении нескольких лет, и изучили в том числе международную практику. И надо сказать, что вот та формулировка, которая вас заинтересовала, она есть в самых, в том числе, в самых разных странах. Вы все время ссылаетесь на Швецию, шумовое исконодательство Швеции изучить. Нам для него жить, выжить. Не мешайте ответить. Николай Николаевич, ну, не ссылались, я вам говорю, изучите. Интересно, вы для себя откроете, поймете, почему это одна из самых комфортных стран. Вы можете ответить, нет вопросов. Почему это является фактором загрязнения окружающей среды, нарушения режима тишины? Ответьте, пожалуйста. Николай Николаевич, я уже три раза рассказал одно и то же, понимаете? Давайте тогда отдельно с вами. Нет, нет, не отдельно. Здесь мы здесь для этого собрались, чтобы в ответ не задать вопрос. Мне сказали, что в том числе и в развитых странах это введено в законодательство, и там считается шумовое загрязнение. Одним из факторов. Ученые, негативные. Так установили ученые, так установили ученые, эксперты. Вот обратитесь к книгам, к Википедии, к интернету, да, и прочитайте, расширите свой проговор, если он у вас сегодня низкий. Так, хватит юридичать. На самом деле, я не очень понимаю, и позволите два слова скажу. На самом деле, есть у человека такой, кто уже получился, они не знают, потому что есть шумовое загрязнение. Реально так, факт, я не знаю, почему. Здесь, здесь, а шумовое, еще нет. Вы обращайте внимательно, вы в юридическом учились, он в юридическом учился, и не знает такого. Да, простите. Вот Википедию читал. Википедию читал. Еще раз, вот у нас складывается ощущение, я думаю, что у всех, да, это вот абсолютно новый закон, потому что это закон сразу в области. Нет, она даже не может быть. Не перебивайте. Нет, не ладно. Ну ладно, успокойтесь. Все, все, прощайте. Николай Николаевич, прекратите. Сменились будем. Вымедите себя спокойно. Идите, звучите матчасть, как говорят. Я же говорю, это... Я же говорю, это... Что здесь меняется, вот это... Хорошо, Иван, я сейчас понимаю. Просто сами себя, всем, да, убедите, убедите, что мы изменили время. Время мы не изменили. Смотрите, мы только дополнительно ввели, для того, чтобы использовать туристский потенциал, а значит сфера, которая работает в сфере развлечений, мы дополнительно в той норме, которая уже действует с 21 часа до 9 часов, ввели, что с 20 часов до 10 в пятницу, в субботу, и установленные в соответствии с федеральным законодательством, законодательством области нерабочие праздничные дни, режим этот, наоборот, мы продлеваем. То есть мы не только не вводим новые штрафы, а наоборот делаем более лояльным к бизнесу та норма, которая уже действует на территории суббота. Первое чувство, которое у меня с этим возникло, это, опять-таки, мы вводим запретительные законы, и бизнес и так не очень себя хорошо чувствует. Здесь опять-таки мы, что торгаемся в поле его деятельности и пытаемся их деятельность зарегулировать. Если уж касаемся мы каких-то научных изысканий, и, так сказать, вот касаемых вопросов воздействия на экологию, я вам могу сказать, что есть и другие исследования, которые показывают, что, так сказать, работающие кафе, это вообще надуманная проблема, потому что сегодня та же трасса, например, или дорога, которая круглосуточно функционирует, например, она воздействует на людей гораздо больше, чем, значит, музыка до начальщики из соседнего кафе. У нас Чернышевская не спит круглосуточно, Усть-Курдюмская шоссе был, там, да, 5-7 километров от этой трассы, а уж если мы войдем, так сказать, в вопросы оборудования наших современных домов, например, висящие кондиционеры на фасаде, доносят куда больше вред, так сказать, там ведет и вибрации, и шум, чем работающие кафе. Просто вот эти нормы, они как-то вырваны из контекста, мы пытаемся, с одной стороны, сделать для людей, сказать, какое-то благо, на самом деле цели не достигаем, а негативные последствия, которые могут в связи с этим, ну, чисто эмоциональные, да, оно вреда больше, гораздо поднесет. Я не видел здесь зону, про которую говорится, да, общественно-деловые, то есть, что это такое? Вот в данном случае, это какой-то вот такой эфир, то есть, где-то они есть, но не совсем понятно, где. Ну, это граммам? Нет, еще раз, давайте, если мы говорим про конкретные зоны, да, с конкретными... Старислав Владимирович, давайте Юрий Михайлович, вы задавайте вопрос, а Юрий Михайлович не перебивает, записывает вопрос. Это раз, два, дальше. Я, насколько понимаю, у нас в пояснительной записке указано, что есть влияние на экологию, правильно? Ну, слово же в экологии есть. Вы задавайте вопрос. Да, я прошу дать заключение Министерства экологии, природопользовательства в Саратовской области, да, то есть, на этот закон правит, к вопросу об экологии. Вопрос задайте. Да я задам вопрос, что же вы требуете? Вы задаете вопрос. Да я задаю вопрос. Вы задали вопросы. Подождите, ну меня перебивают. Я и обращаюсь. Значит, прошу вас тогда включить и определить зоны во всех тех поселках, с которых здесь есть заключение, чтобы люди, наконец, узнали, что у них есть такие общественные зоны, что тут шуметь можно, тут нельзя. Вот и все. Отвечайте, отвечайте. Спасибо, Николай. Хотя лучше бы на умах отмечал, как подписатель. Старислав Владимирович, вы задали, молчите. Почему молчите? Ну, отвечает человек, хватит смеяться, как в детском саду. Спросил про развлечение зоны, а они в граф-планах есть, и это открытый доступ, это просто открываешь и смотришь, любой человек может ознакомиться с ограничениями. Граф-план дает исчерпывающий ответ на эти вопросы. Вы не спойте, откройте граф-план. Да я могу, что купить, а на какую страницу надо вообще. При том варианте, который мы сейчас видим, кто-нибудь анализировал действие того закона, который уже принес о тишине, каким образом он исполняется и кем он исполняется, чтобы было понимание. То есть вы можете сейчас говорить о времени, о пространстве, о зонировании. Вот конкретно, заработал закон, человеку кажется, что шумно. Неважно, в какой зону, кого он вызывает, кто приезжает и кто, соответственно, выносит решение о мерах административного правонарушения. И как это будет работать на практике. А когда вы говорите, что вы защищаете больницу, маленьких детей, я вам хочу сказать, что дети грудного возраста практически спят очень много, не с часа до трех. Некоторые дети ложат спать с 11 до двух. Как мы их права и законные интересы будем тогда защищать? То есть закон должен быть разумным. Он не должен сеять конфликт между самими гражданами, которые проживают. Мы в квартирном доме, в садоводческих, в товарищах и так далее. Вот у меня вопрос. То есть анализировался ли тот закон, как он работает? И второй вопрос. Как вы видите реализацию этого закона на практике? Что касается с 13 до 15, да, это замечание звучало. Я уже сказала, что я не настаиваю на этой норме. Она введена исключительно по предложению общественного совета. И самое-то главное. Выезжает участковый. Я вам рассказываю, как это будет работать. Шум. Да? Называется, приезжает участковый. Участковый приезжает с ручкой и с протоколом. Все. Каким образом он замерит этот чум? Каким образом он замерит, каким инструментом? Я не знаю. Или он суховым опасным? Светлана Александровна, все понятно. Ну, не надолго. Мы все люди грамотные, все поняли. Я предлагаю друг. Вы меня не прерывайте. Я не прерываю. Вот у меня как раз, я права. Я отвечу. В отличие от многих здесь, да, вот, кто не разбирает, как это работает, я вам рассказываю конкретно, как это будет работать. Не просто вот мы защищаем, а как мы защищаем. Николай Александрович, можно, да, отвечу? Да. Спасибо. Уважая Светлана Александровна, важные вопросы задаете. Жалко, вы не участвовали в том рейде, который инитировала общественная палата. В частности, это незнамого была инициатива после того, как Спарцов предложил шумовую карту создать. Вы абсолютно правы. Даже в наш рейд, который мы предупредили, правоохранительные органы, они не взяли специальных измерительных приборов, потому что он всего один нас интересовал в ВВД. И в действующей норме, мы же не вводим новую норму, тоже никакие шумомеры не прописаны. Это вы абсолютно правы. На перспективу мы понимаем, что это необходимо. Для того, чтобы принять закон, да, он должен быть рабочим. Для этого здесь вы все, да, и работаете, собираетесь. Они, которые получают зарплату и содержат вас для того, чтобы вы не делали законы, с которыми вы потом просто конфликтуруете, чтобы устранить эти органы. Что я предлагаю? Мы вынесем это на комитет, чтобы принять там только одно решение. Отправить на оценку регулирующего воздействия и письменно мы не можем отправить на оценку без комитета. Это такой порядок. Продолжение следует... Продолжение следует...